Лучшая детская школа искусств Росатома встречала учеников. После классных часов в общеобразовательной школе юные музыканты спешили на торжество в детскую школу искусств. В связи с ограничениями по ковиду здесь состоялись торжественные линейки на улице в сквере искусств. И только для первоклассников. Ребят разделили на два потока, чтобы соблюсти все меры санитарной безопасности. Многие пришли постигать азы искусства по примеру своих старших братьев, сестер или родителей. В музыкальной школе очень развита традиция преемственности семейных поколений. В 2021 году детская школа искусств распахнула свои двери в 71 раз. Сегодня здесь 956 обучающихся. Они осваивают 33 образовательные программы. А в художественной школе впервые переступили порог ДХШ 65 юных художников. В этом году здесь открыто 4 первых класса. Ребятам прошли экзономинационный отбор. Конкурс на зачисление в художку составил 3 человека на место. Ребята пришли на праздник с хорошим настроением. Они даже к оформлению своих букетов подошли творчески. Я пришла сегодня в художественную школу. Я иду в первый класс. В руках у меня красивый букет в форме рубашки с бантиком. Подсолнух, радужный карандаш, палитра и кисточка. Внутри подсолнуха смола. Капельки смолы. Мне нравится рисовать, потому что в этом есть что-то особенное. Я пошла в художку из-за того, что хотела очень красиво рисовать и стать будущим художником. Что бы ты мечтала нарисовать? Какую картину? Ну, не знаю, там пейзаж, портрет. Натюрморт. Линейку назвали «Страна талантов», а взращивает их целая плеяда профессионалов. На линейке отметили сразу несколько торжественных событий. 60 лет исполнилось преподавателю художки Анатолию Фурсе. Еще одну круглую дату отметила преподаватель истории искусств Наталья Волкова. 30-летие работы в ДХШ Татьяна Цветкова. 20 лет посвятила школе Татьяна Белопухова и столько же Татьяна Брынских. Коллективы двух школ получили подарки и сладкий приз. Итак, старт новому учебному году дан. Художественная школа и школа искусств распахнули свои двери. Школы у нас замечательные, потому что и та, и другая школа являются методическими центрами для всей Свердловской области и даже для Российской Федерации. Поэтому школы ведут очень большую работу методическую. Ведут работу по организации творческих школ для городов России. Пленерную практику художественная школа ведет. Концертную деятельность, выставочную деятельность. И в этом во всем участвуют наши ребята. Я желаю всем, во-первых, здоровья, ну и, конечно, хорошей-хорошей учебы для того, чтобы приобрести новые компетенции и чтобы стать очень успешными в жизни людьми. За свою долгую историю две творческие школы Новоуральска вырастили не одно поколение талантливых людей, которые принесли славу Новоуральску далеко за его пределами. Кто знает, может и сегодняшние первоклашки станут в будущем выдающимися художниками и музыкантами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.